Почему-то многие не видят смысла в Xbox, особенно при наличии мощного ПК, ведь по сути все эксклюзивы слиты, но лично я все равно вижу в нем смысл и хотел бы по этому поводу высказаться, ну и рассказать свой опыт использования ПК для игр. Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу про свой опыт использования ПК для игр, ну а также многим расскажу почему при наличии нормального ПК Xbox все равно имеет смысл. В этот раз я также разыграю кодик на Xbox Game Pass на 1 месяц и условия как всегда очень простые, просто лайк, просто комментарий и написать о проделанной работе в группу ВКонтакте под определенным постом. Подробности розыгрыша как всегда в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Свой путь ПК гейминга я начал в далеком 2004 году, именно тогда у меня появился первый мой компуктор. И тогда собственно я и ощутил каково это играть на компьютере, ведь у меня до этого всегда были игровые приставки. Sega, Dreamcast, Sony PlayStation 2. Но после появления мощного ПК я понял каково это классно на нем играть. Много дешевых игр, бесплатных игр, можешь играть как на геймпаде, так и на клавиатуре. Также на ПК были игры с возможностью сделать что-то, что на консолях сделать нельзя, по типу переноса сохранений или использования чит-кодов в GTA San Andreas. Продолжал радоваться играть я вплоть до 2007 года, и пожалуй этот год мне запомнился надолго. Поскольку именно в этот год произошел какой-то некий прорыв в игровой индустрии, и игры стали значительно тяжелее. Помню на тот момент вышел Человек-паук 3, Assassin's Creed, и несложно догадаться, что мой ПК просто перестал вывозить игры. Несмотря на то, что мой комп был слаб для этих игр, я все равно продолжал играть, и тот же Assassin's Creed я прошел где-то FPS 10, 15, 20. Это была, конечно, жопа, но я все-таки прошел, и прошел один из первых на районе. Да, я крэйзи. В дальнейшем у меня из-за этого появился Xbox 360, и я вам рассказывал уже эту историю. Я был доволен как слон, поскольку там были эксклюзивные игры, и некоторые игры выходили чуть раньше. После появился Xbox One, и произошел просто некий бум с ее эксклюзивами, они все вышли на ПК. И следовательно у многих появился вопрос, а зачем тогда нужен Xbox One, если все игры можно поиграть на ПК? Какой в нем вообще тогда смысл? ПК, несмотря на свою многозадачность и намного большие возможности в графике, приносит людям, которые хотят просто на слабоне поиграть, много хлопот. Даже с теми же играми от Xbox One, которые вышли официально на ПК. Пока у меня был Xbox One, у моего брата был на то время мощный ПК, который тянул абсолютно все новинки. Gears 2 4, Forza Horizon 3 и так далее. И в то время, пока я нормально играл, мой брат всегда испытывал какие-то проблемы с играми. Игры лагали, игры вылетали, с ними что-то всегда непонятно творилось. Дело в том, что у ПК бывает просто отвратительной оптимизацией, и именно из-за этого меня и бесит ПК гейминг. Вспомните того же Batman Arkham Knight, он просто отвратительно был сделан для ПК, что его даже с магазина убрали. Хотя в то же время на консолях он шел просто отлично. Да, повторюсь, что на ПК вы можете там, я не знаю, скачать бесплатные игры, увидеть больше счетчиков ПС, увидеть лучший графу, но вы можете иногда так заморочиться, что капец. Те, кто следят за моим каналом, знают, что я не так давно бустанул себе ПК, и в принципе он у меня тянет все новинки. Но покупал я его чисто для монтажа, не для игры, поскольку мой старый ПК просто уже монтажи не вывозил. Решил я как-то раз запустить Gears 5 по программе Play Anywhere и посмотреть, как она будет выглядеть на ПК. И знаете, что произошло? Несмотря на то, что у меня лицензионная винда и в принципе игру я скачал не пиратку, я ее приобрел по подписке Xbox Game Pass, игра просто не запустилась. И весь день, в который я хотел запустить эту игру, я провозился в поиске ее проблемы. И знаете, когда я искал решение на свою проблему, я нашел еще просто кучу проблем. У кого-то там пропадает звук, у кого-то не сохраняется, у кого-то вообще управление никак не реагирует. В моем же случае, чтобы решить мою проблему, надо было поковыряться в файлах, удалить там какой-то античит, который нифига не удалялся. В общем, этот день я весь убил для того, чтобы решить эту проблему и так ее и не решил. Проблема в дальнейшем решилась очень просто. Оказывается, надо было закачать обновление ПК, которое просто не высвечивалось. И обновить все драйвера. И из-за этого якобы игра не запускалась, хотя в интернете была написана совершенно другая причина. Да, это капля в море, на Xbox One тоже бывают проблемы, но на ПК бывают такие проблемы, что хрен знает, как решить. К примеру, опять же, у моего брата, когда он играл в Forza Horizon 3, она у него просто вылетала. Ну, просто вылетает игра и все, и с этим никак ничего не поделать. В то время Диман, несмотря на это, все равно больше склонен к ПК, ему больше нравится в этом всем ковыряться, но я здесь другого мнения. При всем при этом, у ПК есть все равно возможность запускать эксклюзивные игры, но какой ценой? Да, там будет, я не знаю, 8К, будет 60 FPS, но чтобы просто поиграть, вам иногда придется капец как заморочиться. Я в этих вещах крайне ленив и просто не хочу испытывать такие ситуации, и поэтому, собственно, я купил Xbox One. Я не хочу каждый раз встречать какие-то ошибки, какие-то проблемы в оптимизации, я просто хочу прийти домой, нажать одну кнопку, запустить любимую игру и просто отдохнуть. Просто сесть на свой стул и просто поиграть, без каких-либо проблем. Игровые консоли для этого, собственно, и созданы, чтобы без каких-либо проблем просто играть. Покупая ту или иную консоль, даже тот же Xbox One, вы понимаете, что купив его, у вас не будет таких проблем, как с ПК. Вы просто запустите игру, и она у вас просто заработает. Покупая ту или иную консоль и запуская игру, ты понимаешь, что она у тебя по-любому запустится, и с ней не будет проблем. Да, на консолях есть игры с плохой оптимизацией, но они все равно играбельные. И абсолютно все игры сделаны так, что они даже на слабом железе более-менее хорошо выглядят. При этом на ПК через херово сделанный Microsoft Store у вас игра может просто не скачаться. Да, у кого-то, может быть, на ПК вообще не было никаких проблем, вы просто везунчики на самом деле. Поскольку, когда я искал решение на свою проблему, я на одном сайте нашел, блин, 19, еще 19 проблем с этой игрой, вы просто представьте. Тот же Vigil меня долгое время не понимал, типа, каково это играть на консолях, пока лучше, все дела. Но после того, как он перешел на консоли и купил PlayStation 4, он меня понял. Комп в наше время стоит дороговато, и консоли, считайте, стоят где-то половину от нормального ПК. И покупая игровую приставку, вы прежде всего покупаете Comfort. Да, на консолях тоже бывает проблема, там что-то не запускается, что-то вылетает, что-то не коннектирует, но все это решается перезагрузкой или там зажимом пару кнопок. Самый большой минус консоли для многих это оплата за онлайн и, скорее всего, большой ценник на игры. За онлайн надо платить, это безусловный минус, поскольку мы платим с интернет, еще и должны за онлайн платить, какого фига. Но если это все подсчитать, то на самом деле выходит не так дорого. Xbox Live Gold на 12 месяцев стоит где-то 3700. И если посчитать, то выходит около 300 рублей, и за каждый день мы, получается, платим около 10 рублей. При этом всем нам дают 4 бесплатных игры, а также каждую неделю скидки. И, как по мне, это нормальное предложение за такую цену. И считаю, что данный ценник на онлайн, он немножко объяснен, а именно с защитой от читерства. Да, читы на консолях тоже в какой-то мере существуют, но не так распространено это, как на ПК. Насчет игр. Да, ценник в 4К, он все-таки высокий. Но никто не отменял там всякие скидки, покупку БУ, игр или же подписки. Если же сравнивать текущее поколение с поколением Xbox 360, то лично я не помню, чтобы старенькую игру можно было купить там в половину дешевле. Когда ценник колебался там от 1000 с чем-то до 2500. В то время, когда на Xbox One игру можно увидеть где-то за 600-300 рублей. Или же купите ту же подписку Xbox Game Pass там за 600 рублей в месяц, это капец какая халява, считайте вы всего лишь за 600 рублей получаете больше чем 100 игр. И в принципе за счет этого вы убираете свою проблему в стоимости 4К за игру. Если для вас это дорого, то лучше подождите, купите по скидону или же вообще купите БУ-диск. Да, но пока есть легенда, что игры вообще бесплатные, ну поскольку и существует торрент. Но делая все через обходные пути, вы можете себя лишить онлайна, или же просто капец как заморочиться, но при этом не платить. Также в пользу Xbox влияет его цена. Считайте всего лишь за стоимость Xbox One вы можете поиграть во все актуальные игры. Просто посчитайте, за стоимость Xbox One вы никогда не соберете себе такой ПК, чтобы позволить себе поиграть во все актуальные игры. Тот же Xbox One без дисковода стоил по скидке 13 тысяч рублей. Вы просто вдумайтесь, какая это маленькая цена. На мой взгляд это вообще даром для возможности поиграть во все актуальные игры. Да, у Xbox One нету практически эксклюзивных игр, которые вышли на консоль, но от этого не холодно и не горячо. Те же эксклюзивные игры, они не вышли на PlayStation, а выход игр на ПК он только расширил комьюнити, и все это дало возможность поиграть в игры вместе. Опять же, у моего брата не было Xbox One, но благодаря функции Play Anywhere мы вместе смогли поиграть. Разве это не здорово? Да, против мышки играть неудобно, но у многих игр существует возможность просто отключить кроссплей, что в принципе убирает эту функцию. Кстати, даже если у нового Xbox серии X будет такая же концепция, как у Xbox One, что у него не будет эксклюзивов, я все равно хочу взять именно Xbox, поскольку я не буду заморачиваться с играми, и я буду знать, что та или иная игра у меня по-любому пойдет, и у меня не будет проблем. Как вывод к данной ситуации, хочу сказать так. Играйте на том, на чем вам больше всего нравится, и никого не слушайте. Если вы хотите играть на ПК, видеть там 4К, 120 FPS, и при этом хотите немножко заморочиться с играми, то без проблем играйте. Кто хочет поиграть на Xbox One, играйте на Xbox One. Кто на PlayStation, тот на PlayStation. Лично я выбрал Xbox One, я купил его на старте, и по сей день играю и радуюсь. И лично для меня игровые консоли – это лучшее устройство для видеоигр. А на этом у меня все. Большое спасибо вам за просмотр. Если понравилось видос, ставь лайк, подписывайся на канал, и пиши свое мнение по этому поводу. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok